Всем привет! С вами канал Maximobile и это Blitz-обзор Samsung Galaxy J1. Новинки от Samsung. Вот так вот выглядит коробка. Давайте посмотрим на комплектацию этого смартфона. Вот таким вот способом все тут открывается. Сразу нас встречает смартфон. Его мы пока, конечно же, отложим. И посмотрим, что идет с смартфоном. Это всякие бумажки, инструкции и так далее. Также пакетик, в котором был аккумулятор. USB кабель для соединения с компьютером. И зарядка. И на этом все. Наушников и всяких других прелестей тут, к сожалению, нет. Теперь поговорим о внешнем виде устройства. Сам смартфон в синем цвете. Очень качественные материалы корпуса. Не оставляют отпечатков пальцев и также будут устойчивы к царапинам. Сам дизайн мне очень нравится. В чем-то тут прослеживается дизайн айфона 6. Вот единственное, что Samsung почему-то решили сделать. Вот здесь вот такие вот ямочки. Что сверху. Вот мы видим, что смартфон тут как будто такой немножко рогатенький. Что снизу. Возможно, они сделали это для того, чтобы полностью не перебивать дизайн айфона 6. Потому что если бы он был такой круглый полностью, ну, это был бы реально, вот так если смотреть спереди, во много чем бы это была бы копия айфона 6. А так они сделали такие вот ямочки. По элементам управления. Тут все привычно для Samsung. Сверху это джек для наушников. Снизу гнездо для зарядки и микрофон. На правой грани. Извиняюсь, это левая грани. На левой грани. Кнопки регулировки громкости. Справа кнопка включения. Ну, спереди тут одна аппаратная кнопка и две сенсорные кнопки. Сверху логотип Samsung, датчики и так далее. По габаритам. Толщина смартфона составляет всего лишь 8,9 мм. Это круто. Благодаря этому он очень удобно лежит в руке. Ну и плюс эти такие круглые края делают свое. И реально смартфон очень круто, честно, очень круто лежит в руке. По ширине это 68,2 мм. И по высоте 129 мм. Вес смартфона 123 грамма. Давайте откроем заднюю крышку. Она вот так вот снимается. Снимается достаточно легко. Тут нас встречает аккумулятор. Емкостью в... Емкостью в... 1850 мАч. Тут также находится сим-карточка, смартфон дуо. А где же у нас разъем для второй сим-карточки? Ага, вот сим-2. Сим-2. Вот это вот сим-1. А где же... Ага, все, я понял. Вот так вставляется сим-1. Вот так вот сим-2. И тут сразу же вставляется микро-SD карточка сверху. Вот здесь картинка. Я сразу на нее не посмотрел. Закрываем все это назад аккумулятором. И закрываем крышку смартфона. Фирменная прошивка TouchWiz. В меню все работает отлично. Нет никаких нареканий на его быстродействие. Версия Android тут 4.4.4. К пятой он, возможно, со временем обновится, а возможно и нет. Ну, это уже время будет показывать. Теперь откроем браузер. И посмотрим, как смартфон будет работать на различных тяжелых сайтах. Например, таких как Samsung.com. Должен отметить, что здесь достаточно удобная клавиатура. Набирать текст не составляет никаких проблем. И редко промазываешь по кнопочкам. Видим, что немножко подлагивает на сайте. Подгружает. То есть тяжелые сайты, такие как, например, Samsung.com, здесь будут работать с некими проблемами. А если вы еще не подключены к быстрой сети интернет, таких как Wi-Fi или 3G, то с этим, конечно, будут проблемы. Закрываем браузер. Запустим синтетический тест Geekbench 3. А пока он будет запускаться, я расскажу о технических характеристиках. Экран 4,3 дюйма, расширением пикселей, 480 на 800 точек. TFT матрица. Достаточно неплохого качества. Цвета не выцветают, так как это бывает обычно с TFT матрицами. Немножко падает контрастность. Но в целом все неплохо. Процессор некий Speedroom SK6815 двухъядерный, работающий на частоте 1,2 ГГц. 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти, из которых вам доступно 2 ГБ плюс возможность расширения SD-карточкой. И батарейка на 1850 мАч. Я считаю, это слабое место этого смартфона. Этого вам на один день максимум хватит. При нормальном использовании таком достаточно активном. Теперь я пропущу это все на видео, и вы увидите уже только результат бенчмарка. Вот такие результаты набирает в Geekbench 3 Samsung Galaxy J1. 315 баллов в одноядерном тесте и 575 баллов в мультиядерном тесте. Кому интересно, как смартфон работает в тяжелых играх, для этого я сделал отдельное видео. Сейчас оно где-то здесь появится в ссылке. И вы сможете посмотреть на том, как идут некоторые тяжелые игры на смартфоне Samsung Galaxy J1. Давайте посмотрим на примеры фотографий и видеосъемку на основную 5-мегапиксельную камеру Samsung Galaxy J1. Примеры записи видео на Samsung Galaxy J1. Если взвесить все плюсы и минусы, этого смартфона и взять во внимание цену в 3000 гривен, который он сейчас стоит, то из плюсов я могу назвать только дизайн смартфона. К минусам я отнесу его низкую производительность. Он проигрывает конкурентам в этом показателе. К тому же Lenovo A536, который был недавно на обзоре, они примерно в одной ценовой категории. Он проигрывает по объему батарейки 1850 мАч. Сейчас это не так уж и много. Вам этого хватит на день максимум нормального использования. И, конечно же, отсутствие в комплектации наушников у смартфона за такие деньги, это, конечно же, как минимум странно. На этом все. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile, ставьте лайки. И спасибо за то, что посмотрели это видео. Пока!